Это резолюция о защите суверенитета и организации государственного управления Донецкой и Луганской народных республик. После проведения референдума от 11.05.14 года и объявления его результатов в Донецкой и Луганских областях, Координационный совет Юго-Восток считает необходимым объединить усилия всех организаций, входящих в это объединение, всех жителей регионов для защиты более изъявления граждан. Для этого считаем необходимым в ближайшее время выполнение следующих действий. Политическая область. 1.1. Принятие актов о независимости Донецкой и Луганской народных республик. Далее. ДНР и ЛНР. 1.2. Обращение к другим областям Украины с предложением о восстановлении украинской государственности на началах народовластия и федерализма. 2.1. Федеративной республики Новороссия. 3.1. Подписание союзного договора ДНР и ЛНР с вынесением на всенародное обсуждение проекта Конституции Федеративной республики Новороссия. 4.1. Обращение к России и Белоруссии с просьбой о принятии в союзное государство. 5.1. А также к Казахстану с просьбой о принятии в единую таможенную территорию. 5.1. Принятие заявления о неприемлемости участия ДНР и ЛНР в ассоциации с Европейским Союзом. 6.1. Обращение к России и другим государствам, членам Совета Безопасности ООН, а также ОБСЕ, с требованием введения санкций против Киевской хунты в целях прекращения геноцида народа ДНР и ЛНР. 7.1. Обращение к Верховной Раде с требованием прекратить карательную операцию и вывести украинские вороты в ЛНР с территории ДНР и ЛНР. 8.1. Обращение к братскому народу России с просьбой о показании всемирной помощи от фашистской агрессии. Это что касается политического блока вопросов. 2.2. В области государственного строительства. 3.1. Здесь некоторые акты будут повторяться. 4.1. Принятие актов государственного суверенитета ЛНР и ДНР. 5. Создание парламентов Луганской народной республики и Донецкой народной республики. 6. Формирование и решение парламентов полноценных правительств Донецкой народной республики и Луганской народной республики в составе Министерства обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, финансов, налогов, экономики и торговли, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, а также пограничной, таможенной, ветеринарной и санитарной службы. 7. Назначение генерального прокурора формирования Верховных Союзов. 8. Закрытие всех органов власти Украины, действующих на территории ДНР и ЛНР. 9. Объявление границ ДНР государственными границами республики. 10. Переподчинение пунктов пропуска на российско-украинские границы соответствующим службам ДНР и ЛНР. 11. Предложение военнослужащим Украины в течение суток принять присягу на верность ДНР и ЛНР, 11. Или написать рапорт об увольнении, сдать оружие, покинуть территорию. 12. Объявление незаконными вооруженных формирований, находящихся на территории ДНР без их разрешения. 13. Квалификация действий украинских вооруженных сил как военной агрессии с целью уничтожения народа ДНР. 14. Геноцид. 15. Предъявление ультиматума Верховной Радио Украины персонально каждому руководителю воинского формирования о прекращении вторжения, немедленного прекращения боевых действий и выводе суточный срок с территории ДНР за исключением добровольно перешедших на сторону ДНР. 15. По истечению суток объявление всех незаконных воинских формирований диверсантами и террористами, а также выдвижение в адрес должностных лиц Киевской хуты обвинения в совершении преступлений против человечества. 16. Назначение в Донецкое и Луганское отделения Национального банка уполномоченных представителей с правом контроля за проведение всех операций. 17. В экономической области передача всех налоговых поступлений в распоряжение Минфинов и казначеств ДНР и Луганской Народной Республики с целью финансирования утвержденных бюджетных обязательств. 18. Подтверждение режима свободной торговли и безвизового режима с Россией и другими государствами СНГ. 19. Отказ от таможенного контроля на границе с Россией. 20. Обращение к России об открытии представительств ветеринарной службы с целью ветеринарного фитосанитарного контроля товаров, производимых для экспорта на территорию Таможенного союза. 21. Разрешение использования рубля в качестве полноценной валюты наряду с Кремлем. 22. Предоставление российским кредитным организациям и страховым компаниям прав по открытию филиала. 23. Наделение одного из российских банков статуса агента правительства с целью обслуживания его счетов и проведения налоговых бюджетных расчетов в рублях. 24. Приобретение этим банком всех отделений дочильных структур российских госбанков, не желающих работать под новые резиденции. 25. Национализация собственности украинского государства. 26. Введение санкций, замораживание счетов и активов, запрет на въезд против лиц, подозреваемых в преступлениях против народа Донецкой и Луганской народной республики. 27. Назначение временных управляющих на принадлежащих им предприятиях. 28. Обращение текущих доходов от использования этой собственности в бюджетной республики. 29. Восьмое. Принятие решения о недискриминации поставляемых в Россию товаров по сравнению с российскими, включая государственные закупки и закупки государственных корпораций. 29. Введение запрета на добычу сланцевого гауза. 30. Десятое. Определение перечня предприятий, предлагаемых приватизацией в текущих будущих годах. 31. Четвертый пункт. Создание федеративного государства. 32. Заключение союзного договора между Донецкой и Луганской народной республики с принятием Конституции Федерации Новороссии. 33. Новороссии. Предусматривающее создание союзных органов власти. 34. Второе. Проведение выборов президента и парламента Федеративной республики Новороссии. 35. По их итогам краткое название Новороссия. Длинное название Федеративная республика Новороссия. 36. По их итогам создание союзного правительства, предусматривающего единые вооруженные силы, правоохранительную и налогово-бюджетную таможенную систему.